так привет народ продолжаем делать трактор на гидроходу вот так будет обшивка сзади будет неровно а чуть-чуть под наклоном и здесь пока еще не решено сидушку мне привезут здесь я тоже сделала под наклоном но вот в каком месте делать этот наклон все станет это после того как появится сидушка смысл такой обшивки здесь сзади здесь сзади мы поставим петли здесь раз и два для чего была уже давно такая идея у меня видите как каркас был приварен жестко к раме опять микрофон пальцем пытаюсь закрыть каркас был жестко приварен к раме каркас был не разу неразборный из-за этого приходилось снимать обшивку чтобы куда-то иметь доступ здесь появилась такая идея сделать на петлях и каркас что был единый и чтобы был доступ просто вместе сиденьем его опрокидываешь и у тебя все свободно не стоечки ничего не мешают вот я первый первый такой каркас воплощаю здесь будут установлены дополнительные опоры чтобы она никуда не двигалась естественно все будет обварено для жесткости единственный момент я вот сейчас ничего не привариваю вот тут потому что возможно что будем смотреть до куда дойдет сиденье возможно что опустится придется так отрезать и вот здесь каркас продолжить потому что мне надо от рамы и до верхнего чек края сидения чтобы было ровно 40 сантиметров это сам оптимальная высота когда сидеть комфортно среднему человеку с ростом 170 175 сантиметров вот такая обшивочка до движок пришлось сместить на три сантиметра сюда чтобы вот это каркас вон видите цилиндр чтобы ничего не мешало также с этой стороны а так цилиндры выходил чуть-чуть за раму и каркас бы не поднялся вверх пришлось пересверливать и здесь двигатель здесь он уже плотничком втягивающий получается практически плотничком вот и доступ тем болтам крепежным двигателем не было пришлось вырезать у такое окошко чтобы к тем болтам был доступ таким по-другому просто уже не закрутить снизу тоже доступа нету другому просто доступа сюда никак не будет это будет окошко здесь раньше обшивка шла до конца дорам и теперь это обшивки не будет рама будет краситься отдельно грубо говоря желтый или в оранжевый там неважно какой цвет а здесь будет стоять обшивка который будет вместе сиденьем полностью подниматься и будет такая возможность что можно было бы снимать из петель если на долгий ремонт или еще на модернизацию ещё что нибудь такое чтобы этот каркас можно было снять раньше то такой возможности не было здесь поставим какой-то ограничитель чтобы при опущенном сидении он с петель не мог слезть но чтобы можно было снять при подъеме он выходит из ограничителей тогда можно будет снять каркас это дальнейшем все увидите я вам покажу пока поставили эту стоечку он ту стоечку но обвязки пока не будем делать и чтобы выпрыгнули выше воздушным фильтром того крепежного болта потому что здесь будет стояла вставать обшивочка но все давайте я буду дальше делать и покажу так петли пока прихватил вам показать так быть все зашито возможно сзади будет сеточка и спереди сеточка для проветривания может быть вот эти вот по стойкам так три стороны будет сеточка остальное все металлом зашито и вот получается вся обшивка на этом коробе и сиденье здесь же просто так поднимаем все здесь никакого короба нет ничего не мешает и вот я про что говорил когда сиденье от сюда поднимется ограничитель вот по эту зону и его можно будет снять с петель когда короб опущены он заходит за ограничитель и сиденье никогда не выглядит вот сейчас здесь не обвязано здесь не обвязано она играет здесь эти ограничитель будут стоять тоже чтобы влево вправо не гуляла и пока прихватил там облагородим потом и здесь тоже будет садиться все передок обвяжется вверх обвяжется швыся зачистим вот по такому принципу и не надо снимать там отдельно обшивку каркас он не будет уже приварен кроме все будет свободно для демонтажа для ремонта подняли и обслуживаем ничего нам не мешает ладно поехали дальше делать так народ рамку я опустил по идее она должна была быть так но сиденье получается 48 сантиметров мне надо опуститься до 40 сантиметров это более комфортная высота для сиденья но здесь получился ровный угол и сиденье от бензобака вот на таком расстоянии это паразитное расстояние которое не задействовано смысла нету из-за этого и ноги слишком далеко неудобно на педаль нажимать срезаем вот так вот под углом и сейчас я тоже там срежу и сиденье за счет этого у нас пододвинется назад давайте продолжим опорили вот этот угол почему мы делали под углом они ровно обшивка тоже легла так и расстояние между баком вот отличное расстояние почти плотненько здесь сиденье тоже пододвинулась и теперь для педали вроде как нормальное место возможно еще сиденье укоротим и вот вот по такому принципу это все будет подыматься для обслуживания все удобно все нормально сейчас так вид сбоку будет уже заранее представляешь что все будет хорошо смотреться единственное что руль высоко из-за поворотного кулака здесь появился швеллер и рулевая рулевой вал он был бы покруче но из-за швеллера пришлось такой угол делать и руль приподнялся скорее всего будем здесь мы уменьшать расстояние в общем посмотрим может быть вал укорачу уменьшу вот эту конструкцию руль сдвинем не зря вот я же говорю когда строите свои трактора все делайте на прихватках что в любой момент можно было срезать и переделать может быть сюда руль на клан наклоним человек очень не хотелось бы чтобы здесь расстояние было между стрелой и рулем весьма вал опустим то руль ориентировочно на таком расстоянии будет если мы сейчас двинем туда то получится можно будет уменьшить высоту руля за счет укорачивания того вала в общем любом случае нам надо укорачивать его потому что сидеть руль высоковато поехали дальше вот так в целом будет короб выглядеть все доварил последнюю перемычку сейчас останется еще сделать вот здесь перемычку и чтобы она крепилась к сиденью точнее к нему будет крепиться сиденье вот так короб подняли пока он легкий просто он держится главная мне задача нравится что теперь нету здесь ничего не стоечек не обшивки ничего и второй плюс я давно хотел такой короб попробовать сделать и второе что раньше я как объясняю еще раз у меня были стойки приварены по факту я с каждой стороны была своя обшивочка с какой стороны отдаст доступ то обшивочка снимаешь здесь теперь обшивку можно прям наглухо приварить полностью и не надо ее снимать она уже ни к чему вот скоро вам снимаешь здесь надо вообще снять вот временные пока ограничители потом мы сделаем красиво это ограничители чтобы влево вправо не двигался короб вот если можно заметить двигается вместе с трактором как снимается смотрите на петли приподнимаем чуть на себя все короб сняли вот так же короб будет сниматься теперь можно его так как он везде на прихватках в основном теперь можно его крутить как хочешь обваривай обтачивай и готовь под обшивку и вот так трактор будет без обшивки меня очень устраивает такой вариант очень удобно съемный капот нету отдельных капотов сзади нету отдельных капотов сбоку крышечек всяких лишних которые будут дребезжать сейчас мы обшивку намертво приварим это будет все монолитное вот ничего лишний раз откручивать не надо как бы меня раньше у меня была же обшивочка были саморезы не сильно вид портит но все равно глаза мозолит эти саморезы сейчас получается намного удобнее намного интереснее сейчас я еще сиденье закреплю и думаю на этом видео можно будет заканчивать по натяжничок по два натяжничка была изготовлена такая площадка вареные вот такие две втулки распорка здесь косынки один натяжничок прямой можно поставить косой просто взял комплектом где идет один прямой один косой вот так вот и вот так ремень будет проходить давайте сейчас крутим попробуем поставить все чем надо было лишнее срезали закруглили точили все сварочные швы снизу два ребра жесткости тоже поставил в идеале конечно можно было просто взять пластину и у такой хрени уже бы не занимались бы так что имейте ввиду давайте сейчас соберу как он будет полностью собраны в виде выглядеть пока привод нш снятый вот хотел показать вот не две шестерни видно обхвата ремня это грубо говоря 180 градусов минимум и вот 180 градусов это очень достаточно принципе вот и не два натяжных ремня которые ой два натяжных ролика один обычный 1 натяжной сюда можно принципе поставить тоже натяжной но я как вот он шел комплектом один обычный один натяжной я так и взял принципе думаю одного будет достаточно ремни вот сюда заходят и вот шестерня который будет стоять на двигателе вот примерно вот в таком положении будет обхват тоже видно да что минимум 180 градусов что тоже хорошо что он не будет как-то вот так две третьих захватывать что минимум грубо говоря как на двигателе то на автомобильном двигателе примерно такие же обхваты все вот так поставим но не знает скорее всего так как я люблю экспериментировать скорее всего это не окончательный вариант что в дальнейшем будет скорее всего как-то еще и по другому экспериментироваться плиты делаться просто здесь я хотел именно использовать швеллер так конечно проще взять плиту и все и сильно не заморачиваться здесь я решил использовать швеллер швеллер достать проще чем плиту восьмерку там все равно берешь на трактор металл швеллер и используешь посмотрим выгнет его не выгнет его под нагрузкой это все будем испытывать на своем тракторе если что мы переделаем эту плиту все размеры сняты с этого на всякий случай чтобы можем было эти размеры перенести на плиту восьмерку но все вот такой вот вот натяжной ролик так он будет натягиваться что штука прокручиваем его и натягиваем но все теперь ставим на трактор забыл показать не знаю будет видно не видно как выставлены натяжные ролики по сравнению с шестернями все центрованных хорошо вот этот бортик вот эти три миллиметра уголок вот видно по какому бортику и здесь тоже видно по этому бортику 3 миллиметра он выставлен и оцентрованный по шестерням все по центру было поехали дальше так привод нша надо чтобы он полностью был съемный из-за этого сюда поставили крепление вот сюда к мосту приварил крепление третье крепление ой видно не видно вот болт крепит эту сторону плохо видовая ну все в принципе нша привод закреплен скорее всего мы снимем нша который идет на гидравлику оставим только 14 поставлю гидробак расключу шланги ну скорее всего сегодня гидробак сварю и замерю сразу все шланги которые нам нужны будут вот и все завтра закуплю по шлангам но сначала надо проверить гидроход из-за этого этот нша скрутим чтобы он в холостую не работал подключим 14 нша кинем на распределитель на на бак и на гидромотор и увидим получается мотор стоит нша привод стоит каркас под сиденье сделан как он же он же капот да что что с фокусировка такое он же капот он же крепление для сиденья уже обшивку будет держать грубо говоря принципе все готово для первого выезда но до завтра время еще есть сегодня постараюсь зашить капот и сварить гидробак а там как пойдут дела в принципе на этом все ждите первого выезда